Здравствуйте, Владимир Драчко! Рад приветствовать вас на YouTube-канале Планета Дзюдо и очередная наша беседа на тему Дзюдо вчера, сегодня, завтра и ваше особое мнение по этой теме. Ну что, конечно же, в первую очередь мне хочется такие акценты поставить, что мы говорим о дзюдо с точки зрения вида спорта сейчас, то есть о том, как дзюдо менялось в период вашей спортивной карьеры, вашей карьеры тренера, и вот как оно было, как оно вот сейчас, и, возможно, ваше мнение, каким оно может стать, именно спортивно-соревновательное дзюдо? Когда я был спортсменом, оно, конечно, другое было в то время, во-первых, это и правила были другие, в то время были такие оценки, как Кока, Юка, Вазари и Пон. Такие же замечания были сейчас, если у нас Шида, одно Шида, три Шида вернее, то у нас тогда, как вы сами помните, у нас это было первое Шида, дальше Чуэке, Коко и Хансо Кумаке, вот в таком формате. Плюс в наше, в мое время, когда я боролся, мы работали еще и через нижний этаж, это еще были ноги, это были и мельницы, и боковые перевороты, и выхваты за ноги. Ну, вот, 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 приблизительно так. Ну, конечно же, конечно же, многие молодые спортсмены сегодня, возможно, уже даже и не знают, и не помнят, так сказать, вот тех замысловатых слов, которые вы называли сейчас, да, Кока, Юка, там, Чуй и так далее, Шида, ну, плюс захваты за ноги, там, да, Те Гурума, Ката Гурума, там, и тому подобное. Ну, вот, на ваш взгляд, вот, ваше ощущение, вот, именно того дзюдо соревновательного, оно, на ваш взгляд, ну, полностью соответствовало, вот, ну, как бы, такому широкому понятию, вот, виды борьбы, где, вот, возможно, все выполнять. Ну, знаете, соответствовало, не соответствовало, но мне интереснее было тогда, потому что, почему скажу, это опять мне, ни в коем случае я не хочу, там, как бы, как критик, там, критиковать или еще как-то, но мне было интереснее тот дзюдо, например, когда было Кока, это Кока, если это было падение на ягодицы, скажем так, давали Кока, если было падение четко, там, на бок, то это была Ёлка, если падение было ближе, бок, ближе к спине, там, где-то, вторая лопатка не касалась, это в Азаре, естественно, уже чистый бросок Япон, это или с перекатом был, там, через лопатки как-то, или четкая спина была, вот такой формат. Ну, мне это ближе, например, мне это ближе, скажем так, для меня лично это интереснее. А вот, Владимир, вот скажите, с точки зрения траты энергетической, физической силы, выносливости, вот ваш период соревновательной деятельности, как вы можете вот так оценить, он был очень энергетически затратный? Ну, сейчас плотность, естественно, 4 минуты, 4 минуты, естественно, сейчас плотность борьбы, конечно, она такая плотная, скажем так, тогда, конечно, если брать функционал, там, естественно, вы сами помните тот зюдо, когда еще были финальные сватки, если не ошибаюсь, по 10 минут, когда Арун Гершич, Боголюбов воролся, то поколение, Олег Сергеевич Степанов, там, те еще люди, там. Ну, это мы говорим о первых шагах олимпийского дзюдо, да, тогда, да. Да, да, вы же помните, я так думаю, что функционал там не меньше нужен был. Такой, да, сейчас дзюдо, может быть, более такое атлетичное стало, более атлетичное. Ну, скажем так, для японцев это роли не играет. Правила меняются, а японцы остаются все те же самыми. А вот вы, как спортсмен, вы, конечно же, прошли все стадии, да, спортивного совершенствия, начиная от того, как делали первые шаги, потом юношеская сборная, там, молодежная, взрослая. Вы наблюдали за методиками преподавания, да, методики тренировочные. На ваш взгляд, вот какие особенности были тренировочные методики вот того периода времени, когда вы активно участвовали в соревновательных встречах, в соревновательном дзюдо? Ну, знаете, у каждого методика своя. И говорит, что тогда было хорошо, а сейчас плохо. Или наоборот. Знаете, это, знаете, как, есть гора, да, и на эту гору идут через разные пути. Можно на гору зайти, на пик горы с разных сторон. Правильно? Да. Поэтому сказать, что вот с этой стороны плохо зайти, а с этой хорошо, тоже не скажешь. Поэтому, да, методика другая была, методики, вернее, другие были. Сегодня одна методика, до этого были другие методики. Поэтому сказать, что вот это плохо, это хорошо, ну, это будет неправильно. Нет, я ни в коем случае не хочу, конечно же, там, и в наш разговор с вами, как бы, его цель не там оплевать, там, не знаю, или не восхвалить тот дзюдо, те методики или сегодняшние. Мы просто, ну, так вот, ваш взгляд вот на эти вот вещи, ну, по крайней мере, мне очень интересен. Я думаю, те, кто посмотрит наше видео, тоже будут для них интересны. Именно ваш взгляд без каких-либо оценок, вот, плохо или хорошо. Понятно, что изменение правил ведет за собой какие-то изменения в методиках. Появление новых каких-то фармакологических средств, там, не знаю, новых кимоно, тоже изменяет как-то тактику, стратегию тренировочного процесса. Однозначно, однозначно. Даже, ну, 4 минуты, это хорошая плотность, и за 4 минуты ты должен сделать все. Ну, плюс еще и голденскор, может быть. А голденскор, вы же знаете, может и 15 минут тоже длится. Поэтому тут, как вы правильно сказали, тут и кимоно, и плюс тактические такие моменты. Тоже играют огромную роль, даже трешида. Да, там можно, то есть, как бы, обыграть соперника по трешида именно на сегодняшний день, именно по тактике. Хотя и в прошлом дзюдо это можно было обыграть спортсмена, то есть своего, скажем, коллегу по татами по замечаниям. Владимир, а вот какой стиль борьбы у вас был? Вы использовали вот такую тактику работы на замечания? Или у вас больше был стиль от защиты работать? Или больше идти все время в атаку, провоцировать там своими действиями соперника на ошибки? Знаете, все зависело от того, какой коллега передо мной был. То есть, все, да, 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 да. Какой спортсмен мне встречался, и тут уже я мог побороться от защиты вторым, якобы вторым номером, но также провоцировать спортсмена на себя, на какие-то определенные атаки, и делая контур-атаки свои, защищаясь там, или опережая его в каких-то движениях. То есть, ну, все зависело от того, какой человек передо мной, с каким человеком я спарринговался в соревновательных схватках. Поэтому сказать вот, что именно вот так и больше никак, ну, все равно была бы своя стратегия определенная. Но все равно, скажем так, я больше был нацелен на атаку, нежели... Ага. Вот смотрите, ваш период соревновательной деятельности, ну, такого активного спортсмена, он попал где-то на, наверное, на весь период 90-х годов, да, конец 90-х, ой, конец 80-х и вот весь период 90-х. Вот этот отрезок 10 лет, ну, плюс-минус, да, там, год-два. Вот на ваш взгляд, насколько активно менялись правила, насколько активно менялось вот вообще дзюдо с точки зрения, ну, как-то вот, опять возвращаясь, методик преподавания, насколько активно менялась стратегия поединка? Ну, вот в этот период времени, когда я был, ну, особенно, я не помню, что особенно так вот, правила менялись, что прям вот кардинально какая-то была там, менялись как-то, менялись правила и все равно как-то это более было так, знаете, спокойно, более спокойно и правила вот, ну, как я помню, правила так вот прям, что каждые там 4 года, по-моему, не менялись прям, знаете, что кардинально. Да, были какие-то новшества, были какие-то новшества, носили, но это все было, знаете, не так революционно, что ли, если можно так выразиться. Ну, наверное, самая главная революция в ваш период соревновательной деятельности, это было введение синего кимоно. Да, вот вы хорошо, да, хорошо, вот этот заметили, да, когда ввели синее кимоно, конечно, это, по-моему, знаете, даже какой год был, это конец, не год, а это конец 80-х, это 87-й, наверное, или 88-й, если я не ошибаюсь, ну, вот конец 80-х годов, вот как раз, по-моему, 88-й год был, по-моему, так, если не ошибаюсь, меня поправят там люди за кадром. Вот как раз ввели синее кимоно, да, и вот такие моменты у нас были, когда ввели синее кимоно, как-то было необычно. Так, прям, то белое, а тут синее кимоно, как-то это все так было необычно и интересно. В каком кимоно вам больше нравилось выступать в синем и белом? Ну, понимаешь, что это, конечно же, это вопрос такой, чисто, знаете, ну, психологического, наверное, плана, вот нравится синий цвет или белый. Ну, это, знаете, когда синее кимоно появилось, тоже интересно было попробовать в синем кимоно, знаете, что это такое, синее кимоно, все равно как-то это необычно. Два белых спортсмена выходят состязаться в белом, а тут еще и синее кимоно, ну, так, ну, интересно было попробовать. А так, что как-то прям кардинально, что вот, каком мне нравилось, в белом или синим, такого настроения у меня не было. Вы не прослеживали так для себя, какого цвета кимоно вам удавалось больше одержать поединков в соревнованиях? Как статистика? Да. Нет, я что-то не вдавался в такую подробность, в такую статистику, хотя вы хорошо заметили, можно было так. Ну, на то время, видите, другие были моменты, не задумывался на это, в каком больше, в каком меньше. А вот смотрите, в тот период времени, да, понятно, что в основном, ну, вы правильно тоже вот очень хорошо подметили, такого активного изменения правил в соревновательном дзюдо не было. то есть так часто, ну, как вот олимпийские циклы, их так не меняли, ну, кроме как вот цвет кимоно. Вот сегодня меняются не только правила, там, в плане наказаний, там, оценок, определения, за какую давать оценку, даже вот меняются какие-то техники, да, там, типа оценивать только техники, которые входят в определенный список приемов, там, от Кадакан дзюдо или IGF, да, выбирает. Вот сегодня за последние, вот, наверное, 10 лет, ну, так, даже не 10 лет, а с 2009 года, очень вот так активно и бурно изменяются правила соревновательного дзюдо. На ваш взгляд, вот эти активные действия, ну, по вашему мнению, они имеют какую-то задачу, цель, вот, вот, ваше мнение? Ну, я не знаю, как там, ну, знаете, я слышал такое, что и вы, наверное, знаете, чтобы вид спорта оставался, опять меня поправят, может быть, может быть, где-то я не прав, опять это мое мнение, что каждые 4 года надо вносить что-то новое в какие-то, в правила определенного вида спорта. По-моему, есть такое, да, чтобы он остался, вот, именно вот этот вид спорта остался в олимпийском движении. А, вы имеете в виду это правило, такие рекомендации от Международного олимпийского комитета? Да, да, я, по-моему, я даже читал, не даже читал где-то в этом информацию, что вот именно надо вот какие-то вносить правила, чтобы, что спорт развивается, двигается вперед, не стоит на месте. Вот так как-то, опять, может, меня поправят и ошибаюсь. Ну, я вот читал где-то такую информацию, что она так кардинально, конечно, знаете, опять спортсмены не успевают, если кардинально вот так менять революционное правило, спортсмены не успевают пристояться, что ли, к новым правилам, как-то вот, прям если это все. У нас даже, знаете, ситуация была, я вывозил, мы, опять, не я, а мы вывозили со своими коллегами команду на чемпионат мира, это был, какой год-то, это в двенадцатом году, да, отменили ноги, по-моему? Да. В двенадцатом, да, мы на Европе боролись по одним правилам, по старым, это ноги, все, в общем, вся техника, которая до этого была. А на чемпионат мира приехали по юниорам, по своему возрасту, и правило, значит, в правило вели борьба без ног. Вот так как-то получилось. Поэтому боролись без ног, как могли. Вообще сейчас, ну, как бы, идет такая дискуссия в мировом дзюдо соревновательном, да, о том, что вот, хотелось бы опять вернуть, и вот эти замечания, да, ши-да-чуй, там, кей-коку, оценки дополнительные, захваты за ноги, как говорится, не обрезать технический арсенал приемов, это, наоборот, ухудшает все. Вот с точки зрения вашей тренерской деятельности, потому что она у вас была тоже достаточно обширный обширный период времени, и вот, как вы сейчас заметили, вы столкнулись с тем, что в тот период, когда вы работали в молодежной сборной России под дзюдо, вот так вот практически молниеносно, да, первенство Европы, первенство мира, вот так меняется. Как методически вы справлялись с решением задач тренировочного процесса, как вы подходили к этому тренировочному процессу? Вы все-таки акцентировали точно внимание, что, ребят, давайте вот четко по правилам, как сейчас, или вы, ну, как-то более, ну, так, расширенно изучали дзюдо? Ну, мы все равно, знаете, пытались, пытались людей тренировать по тем правилам, которые будут, или которые уже были введены, потому что нам по этим правилам приходилось бороться. Естественно, это и техника, и тактика, и если ноги убрали, без ног бороться через, только через верхний этаж, естественно, это все броски через верхний этаж, за ноги нельзя брать, ну, естественно, приходилось подстраиваться вот под эти моменты. Как быстро адаптировались спортсмены, когда вашу бытность работает тренером молодежной команды? Как быстро они адаптировались, и вообще не было ли проблем у них именно в соревновательных поединках? Ну, тут знаете, кому как. Захваты за ноги, там, и так далее. Тут, знаете, кому как. Например, такой, как Антолковач, помните, такой был, который бросал только выхватом за ноги, ну, ему, наверное, немножечко посложнее было в этом плане. Я так, опять привожу пример, и такой вот, классической такой техники не было через верхний этаж, ему, может быть, тяжеловато было, а кто боролся через верхний этаж, скажем так, там делали и Сеонаги, и Учимату, и другую технику, естественно, в этом плане было перейти в другую борьбу легче, нежели тем, кто боролся только с бросками за ноги. Ну, ничего, ребята адаптировались, ребята адаптировались и понимая, что надо учить и другую технику, бросать другой техникой. Даже, знаете, вот взять технику Гадауле, да, когда в нашу бытность мы брали, значит, захват, один захват был за пояс сверху, да, мы забирали второй захват, мы брали за ноги, чтобы как рычаг, и делали какую-то технику. То же самое уже приспособили брать за пояс. То же самое, как и бычка делали, бычок можно было взять как мельница, да, мы брали. Сейчас уже можно было приспособили уже без ног, а именно за рукав, там двумя руками или одной рукой за рукав, второй рукой за отворот и отсюда. Ну вот, вот в таком плане ребята перестраивались, молодцы. И у кого желание было перестроиться, те перестроились. На это опять понадобилось время, естественно, и поэтому. На ваш взгляд, вот если так посмотреть на другие страны, другие сборные, вы же все равно, наверное, как тренер молодежной команды российской, вы наблюдали за другими странами, другими тренерами, как они работают на сборах, будучи и так далее. Вот как вы можете оценить, вот какие стран быстро адаптировались к изменениям в правилах, или в принципе все приблизительно одинаково проходили адаптацию? Ну, знаете, японцы, есть японцы. Правила опять, возвращаясь к японцам, они те же японцы, те же корейцы, для них что ноги, что не ноги, они боролись в классику и борются. Ноги убирают, они в классику борются. Поэтому для них это не новое, не то что не новое, для них это не проблематично. Ну а для европейцев, ну европейцы все равно, они больше классику тоже ставят. И убрав ноги, для них тоже, я думаю, это не была такой большой проблемой. Я думаю, что, скажем так, даже не проблема, а такой момент это был для нашего бывшего Советского Союза, для нашего бывшего, или как мы говорили, Союз независимых государств в 92-м году. Когда мы уже, Союз распался, вот как раз, вот эти 15 республик, конечно, у нас у каждого была своя техника от каждой республики, и каждый был своеобразен. Поэтому, естественно, там, у нас вот, для нас это был небольшой такой, знаете, момент, где пришлось менять, не менять, а убирать ноги и бороться только через верхний этаж. Ну, естественно, если были, как я уже сказал, такие технические моменты, которые можно было делать с поясом, не брав ноги, или делать за рукав, взявшись, взяв захват двумя руками за рукав, или это был отворот. В общем, находили моменты и перешли в другой стиль борьбы. Я хочу немножко, чтобы вы дали оценку одному из, наверное, важных составляющих в любом соревновательном поединке, но есть, наверное, не самое важное, это, конечно же, судейский корпус. От судейского корпуса зависит, в принципе, исход встречи. Вот. Вот вы, будучи спортсменом, потом будучи тренером, постоянно наблюдая, выезжая, как вы можете дать оценку, допустим, судейскому корпусу, когда работала тройка судей на татаме, и когда сейчас работает один судья на татаме. Понятно, что есть еще дополнительные судьи в виде технологий, видеокамеры и так далее. Вот там микрофоны сейчас у судей. Но вот на ваш взгляд, как вам, лично вам, комфортней решение судейского корпуса, когда вот тройка судей или когда один судья на татаме, но получает какую-то информацию, как спортсмену, допустим, да, и как тренеру, который сидел и секундировал там спортсменов? Знаете, да, знаете, опять, никаких оценок я не хочу давать и оценивать, например. Но, знаете, когда, условно говоря, если судья стоит в центре татами, да, там, рефери, да, рефери? Да, рефери. Ну, там говорят что-то со стороны, и он не принимает решение, это один момент. Если он сам принимает решение, это уже второй момент, и где-то его поправляют в той или иной оценке, в том или ином замечании. Поэтому здесь, знаете, как, ну, когда тройка была, сейчас, знаете, вот, сейчас хорошо, что можно просмотреть несколько раз один и тот же момент и увидеть. Когда в мое время это было, то невозможно было увидеть ту или иную ситуацию. Полагались только на вот этих судей, которые сидели по углам. То есть они как раз прослеживали вот эти моменты. Если судья стоял в центре, то ему мог не увидеть происходящее действие не в сторону его, а наоборот, от него. И, естественно, когда собиралась тройка, они между собой общались и приходили к какому-то единому мнению, его могли поправить. То сейчас, скажем так, это те люди, которые не сидят на татаме, а сидят вот здесь вот рядом друг с другом и смотрят по видеокамере и по видео вот этому моменту по несколько раз, то могут уже определить, была оценка там или не была. Было техническое какое-то действительно определенное движение, за которое можно было дать оценку или нет. Ну, здесь вот так вот сказать, что два судьи здесь сидят или судьи будут сидеть там опять по углам, как раньше. Владимир, а вот как вам кажется зрителям вашу бытность, которые смотрели с трибун или с телеэкран соревнований под дзюдо и сегодня, вообще им одинаково понятно, что происходит на татаме? Я имею в виду зрителям, которые, ну, обыватели, да, обычные вот такие, не совсем профессионалы. Я думаю, не особенно, что тогда, что сейчас. Все равно люди, которые более-менее как-то, более-менее которые принадлежат к дзюдо, они понимают. А если пришел обыватель, он не понимает. Он даже смотрит на оценки и говорит, а что это один-два балла, три балла, там, еще что-то, как раньше. Тоже помните, там, две коки, еще что-то там, две юки, а что это за баллы такие? Они не понимают. Обыватель, все равно обывателю тяжело сразу понять, что происходит. Естественно, пока не объяснишь человеку, да, он может только понять амплитудный бросок, мне кажется. Знаете, вот когда амплитудный бросок идет, там, такой мощный, на спину, вот тогда он может понять и сказать, слушай, обалденно, какие броски замечательные здесь, какая техника замечательная. А так все остальное, мне кажется, они не в той мере понимают, в которой нам хотелось бы, специалистам, или кто вот как раз участвует так активно в дзюдо. То есть соревновательное дзюдо никогда не сможет конкурировать с видом спорта футбол, баскетбол, волейбол, то есть когда приходит просто обычный, даже никто, кто не разбирается особо в футболе, им просто сказали вот футбол. То есть дзюдо сложнее? Да нет, ничего тут сложного, тут как, знаете, как сложно, так же и легко, ничего сложного нет. Тут некоторые так же футбол, знаете, да, футбол, 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 но футбол тоже. Обывателя посадишь, он скажет, посмотрит, скажет, он не будет понимать вот этих комбинаций, как играют люди, какие комбинации, о чем они думают. Знаете, вот когда видишь, считываешь их, куда он сейчас будет давать, это как в шахматах. Поэтому обывателя так же посадить, футбол смотреть там, или хоккей, или еще что-то, он не будет понимать, тот же волейбол. Но он поймет, что забили гол. Ну забили гол, а у нас могут, а у нас понимают, когда амплитудный бросок идет такой, знаете, действительно на спину. Один спортсмен бросает, делает технику второму спортсмену, и такое техническое, хорошее движение, естественно, там, я думаю, любой человек поймет, что это действительно какая-то победа, тем более его можно поправить. Сказать, вот это вот техническое движение оценивается и помню. Хорошо, вы сейчас сказали, Владимир, про вот эти красочные амплитудные броски. Амплитудные красочные броски, которые были в вашу бытность спортсмена и сегодня. Вообще, вот если в процентном отношении, вот так, на ваш взгляд, одинаково, нет большой разницы, что-то, типа, больше бросали тогда амплитудно, а сегодня меньше или, наоборот, сегодня больше, чем тогда? Ну, знаете, так не скажешь, потому что сегодня тоже много хороших бросков. Смысл в чем, что есть такие моменты, где не очень так понятно, знаете, вот о чем мы говорим, вот сейчас вы сами назвали, многие хотят вернуться к старым правилам, там, Кока, Юка, Вазари, там, Япон, потому что бывают такие технические моменты, когда человек лежит практически на животе, да, рука вытянута, дают Вазари. Или когда действительно амплитуда такая броска идет, и человек не касается двумя лопатками, да, на одной лопатке тоже дают Вазари. То есть, ну, вот такие моменты какие-то, знаете, так вот, не совсем, знаете, но это опять мое мнение. И тогда было, если это Кока, как мы уже говорили, Натас посадил Кока, бок это Юка, ближе там, к спине, к лопатке, а второй это Вазари, то на сегодняшний день вот такие моменты, ну, знаете, как-то... Владимир, на ваш взгляд, на ваш взгляд, что еще может измениться в соревновательном спортивном дзюдо в будущем? Каким оно может стать? Каким может стать? Каким может стать? Или вам сложно представить? Мне сложно представить, да, мне сложно представить, что это может быть такое, да, сложно представить. Ну, надеюсь, что после олимпийского этого цикла, может быть, действительно ведут какую-то технику с ногами. А может быть, берут захваты за руки? Может быть. Все может быть, все может быть. Сейчас же такой у нас век прогресса, поэтому все может быть, все что угодно. Надеюсь, думаю, что до этого не дойдет, а наоборот, ведут ноги и ведут, может быть, действительно те оценки, которые были Кока, Юка, Вазари. Ну вот если вот прям вот таким с чистым сердцем, как на духу, все-таки если дать оценку вашу личную дзюдо вашего периода и дзюдо сегодня, вот вы, ну не то, что я не хочу ставить вас перед выбором, но просто вот как бы внутри ощущение, что вам приятнее? Ну, мне приятнее дзюдо, когда я боролся опять, потому что я там боролся, мне приятнее дзюдо. Опять возвращаясь к тем же правилам, к тем же оценкам, мне приятнее дзюдо. Когда была красная зона, мне тоже интересно было, когда, сейчас же красной зоны нет. Да, раньше был красный квадрат, вернее красная зона, за которую нельзя было выходить и опять возвращаясь, где можно было тактически отработать. Вы сами помните, да, партнера подвести к краю татами и сделать или заставить, чтобы он вышел за татами или провести какое-то определенное техническое движение. Хотя и сейчас можно, да, сейчас тоже это существует, но с красной зоной мне интереснее было, например. Владимир, ну и завершающий вопрос, вопрос, так сказать, знаете, как это раньше, послание в бутылку кидали там будущим поколениям. Ваше пожелание будущим дзюдоистам? Чтобы у будущих дзюдоистов, у будущих ребят, что я могу пожелать, это постоянного новаторства, мастерства, характера, искренности и этики. Ну и любить то, что ты делаешь, вот и все, и тогда все будет. Спасибо большое, Владимир. Я уверен, что многие прислушаются к вашим словам и попробуют реализовать для себя ваши пожелания. Спасибо вам, вам тоже всего самого наилучшего и увидимся на просторах дзюдо. Благодарю вас, все будет хорошо, как я всегда говорю, будет все прекрасно и замечательно и надеемся только на лучшее и идем вперед. Проблем нету, есть только момент, который может двигать нас вперед и преодолевать опять нетрудности, какие-то задачи и встать на ступеньку выше. Вот и все, лучше себя, нежели ты был вчера. Вот и все. Спасибо, Владимир. Благодарю вас. Все, Роман, до свидания. До свидания.